здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из москвы аналитик открытых данных александр дороган здравствуйте александр здравствуйте новый штамм коронавируса оксимарон продолжает пугать всю планету вопрос насколько обоснованно потому что поначалу как только появился этот штамм нам тут же сказали что это ужас 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 он страшно будет заразен очень возрастет смертность и так далее так далее потом сказали что все не так страшно все будет неплохо особенно для тех кто дважды привит ну переболеют но не так сильно как если бы они не были привиты а теперь опять ужас 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 и вот это вот неразбериха народ повергает страшные сомнения кошмар и возникает вопрос что делать а самое главное насколько достоверна та информация которую нам ежедневно скармливают да смотрите на самом деле вот это вот метание вот одной позиции к другой и в принципе это общее непонимание неопределенность того чего именно ожидать и там метание вот предположение положением это принципе вполне нормальный естественный научный процесс но понятно что простого обывателя это все очень сильно сбивает сока насколько непонятно что планировать что будет дальше и вот ну вообще насколько оправдана с одной стороны а не к тех тех кто призывает беречься этих говорит что микрон сейчас перевернет игру и с другой стороны насколько оправдан feliz тех кто будет что омикрон перевернут игру в другую сторону и превратить коронавирус в простуду эпидемия закончится. Здесь, мне кажется, стоит начать вообще с того, почему все так и беспокоились микроном, то есть почему, как только его обнаружили, забили такую тревогу, и, собственно, начались разговоры про то, что микрон настолько опасен и вызывает такую тревогу. В общем-то, на самом деле, дело в том, что для экспертов, для генетиков, биологов его возникновение, в принципе, оказалось довольно большой неожиданностью, потому что довольно продолжительное время в научной среде существовало уже убеждение, что в виде варианта Дельта мы видим практически венец эволюции коронавируса, и, соответственно, все следующие варианты будут возникать именно на базе Дельты, но ничего кредитально нового, вероятно, не появится. В общем, с этим были склонны согласиться далеко не все ученые, но, в общем, это было такое, ну, плюс-минус, общее место. И, соответственно, в случае с омикроном у нас произошло то, что возник вариант, который выскочил, по сути, из-за спины у Дельты, который, в общем-то, в линии которого никак не прослеживается, там не было никаких приблизительных вариантов, это произошло крайне быстро и для всех неживно, и вот в самой его биологии, и в самом устройстве омикрона есть несколько очень истраживающих моментов, потому что первый момент – это его количество мутаций, потому что он обладает где-то 50 мутациями, среди них только 32 – это мутации в шоковидном мелке, а это белок, который выступает на поверхности вируса, и, собственно, именно с его помощью вирус проникает в клетку, и именно на спайк белок заточены все векторные и все МРНК-вакцины, в частности тот же Файзер, и на самом деле вот эти 32 мутации – это абсолютно рекордное число мутаций, потому что у него, в общем-то, в спайке больше мутаций, чем у вариантов Дельта и Бета вместе взятых, и он сильнее всего начинается в любых других вариантов коронавируса, которые мы до этого наблюдали. И на самом деле самое неприятное – это даже не количество мутаций, а вообще вот самых профилей, то есть на что они указывают. И с одной стороны, в лице омикрона мы видели, ну и видим, соответственно, набор мутаций, которые помогают вирусу скользать от иммунитета, как от иммунитета после вакцин, так и после болезни. И вот большинство этих мутаций мы видели уже в других вариантов, которые как раз умели уходить иммунитета, в частности, в варианте бета, который год назад был распространен в Южной Африке тоже. С другой стороны, в омикроне есть много мутаций, которые, как мы знаем, помогают вирусу лучше передаваться и делают его более заразным. И многие из этих мутаций мы видели, например, в варианте альфа, в безвестном британском читании, или в варианте дельта, который, собственно, до сих пор считался самым заразным вариантом коронавируса. И вот главная особенность в том, что до этого не возникало таких вариантов, которые объединяли бы в себе и те, и другие мутации. И обычно те варианты, которые умели усказать иммунитеты, они были не очень заразными и закреплялись в общем случае локально, условно, в рамках одной-двух стран или территории. А с омикроном, судя по самым первым данным, которые получили в конце ноября, и эти данные чем дальше, тем больше подтверждаются, с ним вот история совсем другая. Потому что в его лице мы как раз увидели первый вариант, который собственно и обладает больше заразностью, и в то же время умеет уходить от иммунитета. И вот с этим как раз были связаны изначально все основные тревоги, и они, собственно, связаны до сих пор. Скажите, пожалуйста, а вот сегодня по прошествии, ну уже не один, не два дня прошло, и не одна неделя с тех пор, как появился омикрон. Да и вообще коронавирус появился не вчера. Если когда коронавирус только появился, понятно, что все государства допускали какие-то ошибки, потому что действовали вслюпую, что называется на ощупь, пытаясь найти какие-то инструменты для борьбы с коронавирусом. Но сегодня уже прошло почти два года. А с тех пор, как появился омикрон, тоже не один день. Уже сегодня можно говорить, что опасения по поводу омикрона подтвердились, что это действительно очень плохо. Ну, я понимаю, что это не научный термин, но очень плохо, но тем не менее. Вот. А самое главное, позволяет ли та информация, которая уже есть об омикроне, вырабатывать меры по борьбе с ним? Смотрите, какая-то информация подтвердилась, какая-то информация сейчас, условно в процессе подтверждения, а для какой-то информации нам еще потребуется время. Что уже подтвердилось и что уже понятно? Понятно то, что омикрон действительно крайне заразен, он крайне легко передается, причем в популяциях очень сильно иммунизированных, и то, что он в Южной Африке смог там не просто закрепиться, но и вытеснить бельту, ну и занять доминирующее место, это, в общем-то, особенность была не южноафриканская, и там это было не просто везение омикрона, которое условно произошло на фоне низкой заболеваемости нескольких вспышек, и омикрон на этом фоне распространился. Нет, это именно особенность самого варианта, и мы видим, в общем, на примере тех стран, в которых есть нормальная надежная статистика, которые активно либо секвенируют, либо делают специфичные CR-тесты на омикрон, вот на примере этих стран мы видим, что он, правда, очень быстро распространяется, и, по-видимому, способен конкурировать с Дэнгей. То есть, ну, здесь можно привести в пример, в первую очередь, Данию, потому что в Дании скорость его удвоения оценивается где-то в районе двух-трех дней, и, например, уже неделю назад он, его доля оценивалась где-то в районе 8%, выходным уже оценивалась в районе 15%, и по оценкам датских эпидемиологов уже на этой неделе омикрон в Дании будет снимать более 50% заражений. В общем-то, аналогичная история Великобритании, там на омикрон, ну, например, в Англии на омикрон приходится уже более 20%, и вот буквально сегодня была как раз новость, что в Лондоне омикрон уже, собственно, занял доминирующее место, и в Лондоне на него уже приходится более 50% заражений. И скорость удвоения и по Великобритании в целом, и по Шотландии, и по Англии тоже в районе двух-трех дней. В общем-то, такие же оценки поступают, например, из Канаты, там в провинции Онтарио тоже очень активно секвенируют геном, там порядка 5, по-моему, процентов образцов секвенируют, ну и в частности тоже там оценивают по ПЦР-тестам. И там тоже сопоставимая скорость удвоения, и омикрон оценивают где-то в 30% он уже занимает в провинции Онтарио. И Нидерланды тоже где-то также оценивают. Похожие оценки тоже в Финляндии. То есть мы, в общем-то, во всех странах видим, что он очень быстро распространяется, что его такая вот эффективная скорость распространения коэффициента РТ наставляет где-то в среднем в районе трех, где-то четырех, удваивается каждые 2-3 дня. И просто чтобы было понятнее, что это значит, представьте, что у нас, ну мы вернулись условно там в феврале 2020 года, у нас в популяцию попадает уханьский штамп, исходный коронавирус, но пока еще нет никаких ограничений в популяции, нет там никаких локдаунов, и у нас полностью наивная популяция. У нас нет вообще иммунных, нет переболевших, нет вакцинированных, и вот этот уханьский штамп начинает распространяться вот в такой вот популяции, и он не встречает никакого сопротивления. И, собственно, вот сейчас, вот та скорость, с которой сейчас распространяется омикрон в популяции, где либо переболело там процентов 80-90, как в Южной Африке, либо где вакцинировано процентов 70-80, как там, скажем, в Дании, вот он в таких вот популяциях, даже с учетом иммунного населения, даже с учетом всех ограничений, он распространяется, ну, собственно, так же, как распространялся уханьский штамп, вообще просто вот без каких-либо ограничений. По поводу мер, которые пытаются предпринять разные страны и разные меры в борьбе с омикроном. Израиль, как только появился вообще первые данные об омикроне, сообщение, первое сообщение, был впереди, что называется, планеты всей. Он тут же закрыл границу для иностранцев. Он тут же вел карантин для израильтян, которые возвращаются из-за границы, причем даже для тех израильтян, которые были дважды, а то и трижды привиты. Он начал массированную вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Буквально через несколько дней нас стали успокаивать, говорили, что нет, все не так страшно, расслабимся. После этого начали закручивать гайки еще дальше и с каждым днем нам обещают, буквально каждый день нам обещают еще большее закручивание гаек, чем, естественно, вызывают массовое неудовольствие израильтян, которые уже привыкли к тому, что жизнь налаживается. Возникает вопрос, который активно дискутируется в обществе, при том у него есть как сторонники среди обывателей, так и противники, как и сторонники среди экспертов, в том числе в области здравоохранения, так и противников. Нужны ли эти драконовские меры, если мы все равно, как вы сказали, отброшены в февраль прошлого года, если все равно это не лечение, а способы поставить заградительные отряды на пути призраков каких-то, что может быть проблема в другом. Если какая-то, а вот это не только израильская проблема, сейчас страны, в том числе те, которые вы перечислили, собираются идти по израильскому пути, постепенно наращивая и наращивая репрессивные меры. Вопрос в том, оглядываясь на двухлетний опыт, который сегодня есть у планеты, а эти меры результативны? Да, ну вот здесь мы можем, на самом деле, обратиться к опыту тех же Дани и Нидерландов, потому что, в общем-то, это две страны, которые практически первыми забили тревогу по поводу относительно омикрона и которые не стали успокаивать население относительно того, что омикрон мягкий вариант, протекает легче, переживать не о чем и так далее. И на самом деле, как Дания, так и Нидерланды, прошу прощения, не Нидерланды, а Норвегия. И Дания, и Норвегия сейчас активно готовятся, собственно, у них готова стратегия сдерживания омикрона, стратегия борьбы на ближайший эпидемический сезон и так далее. И, в общем, что здесь показательно? На самом деле, показательно то, что это две страны, которые лучше других европейских стран справились с коронавирусом, вообще с эпидемией по итогам этих двух лет. То есть здесь, что я имею в виду, справились. Я оцениваю избыточную смертность как такой наиболее надежный показатель того, вообще какой, собственно, ущерб, какой урон указала эпидемия на конкретную страну. И, собственно, избыточная смертность – это что такое? Вот в норме, допустим, в стране или в регионе умирало, например, 10 тысяч человек в месяц. До ковида, понятно, в какие-то месяцы было больше, в какие-то меньше. Далее начинается эпидемия, и мы смотрим, что по мере распространения вируса, по мере этих эпидемических смертность. И по анализу, по подсчету, который мы наблюдали из стран с развитой статистикой и честным учетом, мы знаем, что на избыточную смертность, ну, она где-то на 80-100% обуславливается именно ковидом. То есть подавляющее большинство избыточных смертей – это как раз смерть, связанная с коронавирусом. И, собственно, Дания и Норвегия – как раз страны, в которых избыточная смерть по итогам этих двух лет практически отсутствуют. Поэтому, в общем-то, это, на самом деле, наверное, самый прямой и самый глубокий ответ на вопрос, насколько эффективны те меры, которые они принимали и которые они, собственно, продолжают принимать. Вместе с тем, на самом деле, даже Дания признает, что те меры, которые они сейчас принимают, они ужесточают ограничения и, соответственно, пытаются понять, что они еще могут сделать. И они признают, что даже профилактические меры и даже снижение контактов – это все не сможет предотвратить быстрый рост омикрона. Это может только уменьшить заболеваемость, ну и, соответственно, там, сгладить в какой-то мере нагрузку на медицинскую систему, на систему здравоохранения. Но это не сможет предотвратить вот эту вот быструю стремительную волну, потому что омикрон, по-видимому, действительно, очень крайне заразен. И если говорить там про те меры, которые принимает Израиль, принимает, принимал, в общем, на самом деле это кажется более чем оправданным разумным поведением в свете того, что, ну вот, в свете того, о чем я говорил раньше, там, об особенностях варианта и от того, как быстро этот вытеснил дельту в Южной Африке и какой быстрый рост наблюдался тоже в Южной Африке. И, в общем-то, в свете этого меры предосторожности, которые Израиль сразу принял за прибыльницы, они, в общем-то, более чем понятны и более чем равны. То есть тут, как бы, ну, возможно, две позиции, на самом деле, два ключевых подхода. Первый – это мы ничего не делаем и просто наблюдаем, ждем, что будет дальше. И, там, если мы поймем, что, там, это, правда, очень плохо, то мы начинаем принимать меры. Но тогда, там, в этом случае мы, на самом деле, как раз оказываемся в ситуации февраля-марта 2020 года и, там, в ситуации Европы тех времен, которые, в общем-то, там, допустила очень сильнейшую вспышку эпидемии, которая, там, столкнулась просто с рекордной избыточной смертностью. И второй вариант – это, соответственно, путь, скорее, Израиля, что мы изначально исходим из более, там, плохого сценария. То есть мы предполагаем худшее, поэтому мы начинаем принимать меры превентивные. И дальше мы уже смотрим, что, ну, насколько вообще это плохо, насколько плохо этот вариант, и насколько оправдывается, там, то, что мы ожидаем. И, соответственно, если это действительно столько плохо, то вот это вот принятие превентивных мер, оно, собственно, способно как-то затормозить, по крайней мере, распространение этого варианта и как-то сгладить дальнейшую нагрузку. Ну, вот примерно такие соображения. Понятно. Скажите, пожалуйста, уместно ли вот в той ситуации, в которой мы находимся, имея за плечами двухлетний опыт, пытаться строить какие-то прогнозы в этой ситуации? Или же это абсолютно безнадежное дело и остается полагаться только на то, что латинский алфавит, в общем-то, не такой длинный и... Ну, прогнозы, в принципе, довольно неблагодарные тела, и, как мы неоднократно уже видели, там, в случае с коронавирусом, он умеет выкидывать сюрпризы и, в общем-то, постоянно менять игру, но, как бы, относительно Omicron, пока консенсус плюс-минус такой, что он, по-видимому, активно распространится сейчас по миру и действительно займет доминирующее место, но при этом относительно Omicron, на самом деле, с ним тоже есть три возможных сценария эпидемиологических. Первый сценарий – это тот, в котором он вытесняет дельту и занимает ее место, то есть у нас, по сути, один такой вот глобально доминирующий штамм сменяется другим глобально доминирующим штаммом, ну и дальше там, соответственно, проходит волна Omicron, возможно, там некоторое количество, ну и дальнейшие прогнозы, в общем-то, довольно сложно строить, поскольку это зависит уже от эволюции вируса. Второй вариант, он, на самом деле, более неприятный, и он предполагает, что Omicron с Дельтой будут сосуществовать вместе и, ну и займут там каждый свою экологическую нишу. К сожалению, этот вариант более чем реален, поскольку Omicron и Дельта очень сильно друг от друга отличаются по своей структуре, по структуре шиповидного белка, и вот как мы видим тоже по данным из Южной Африки, по-видимому, между Omicron и Дельтой нет такого сильного перекрестного иммунитета. То есть, что это значит? Это значит, что те, кто ранее переболел Дельтой, они могут заболеть Omicron, и возможно, что те, кто переболеет Omicron, они будут способны переболеть Дельтой. И, соответственно, если действительно подтвердится, что вот этого перекрестного иммунитета нет или он очень слаб, то мы получим, по сути, такую вот двойную эпидемию, в которой у нас будет сосуществовать Omicron и будут сосуществовать Дельты, и при этом они могут развиваться и распространяться там, ну, просто каждый отдельно друг от друга, у нас, по сути, будет два коронавируса вместо одного, и, ну, и в этом случае там это потребует, в общем-то, большого пересмотра того, что касается вакцин, создания поливалетных вакцин, которые будут заточены на несколько вариантов, ну, и так далее. Ну, и есть еще третий сценарий, при котором Omicron вытесняет Дельту, но это условно ограничивается одной волной микроба, потому что Дельта, по-видимому, уже никуда не денется, как вариант, потому что она глубоко проникла уже и в человеческую популяцию, и в популяции животных, и уже зафиксировано много случаев так называемых обратных занозов, это вот когда от человека коронавирус переходит к животным, и потом от животных, там, пройдя какое-то количество мутаций, этот коронавирус переходит обратно к человеку. Вот буквально несколько дней назад была очередная такая новость из Латвии, там, где на ферме норок как раз было зафиксировано довольно много таких случаев обратной передачи. И вот в третьем сценарии как раз Omicron, условно, пройдет по такой иммунизированной популяции, потому что, как мы видим по итогам прошедших нескольких недель, и как мы видим по исследованиям на нейтрализацию вируса, как мы видим по британским данным, по южноафриканским данным, текущей нынешней вакцины, вот вакцинация двумя дозами, она, по-видимому, не дает никакой защиты от заражения и от заболевания в случае с Omicron. То есть, ну и, соответственно, вакцинация двумя дозами никак не сдерживает снижение вируса, ну и, соответственно, заболеваемость. И мы это видим, в частности, на примере той же Дании, где среди всех заболевших порядка 75% это полностью привитые, при том, что по всей Дании там полностью привиты 77%. При этом, на самом деле, остается открытым вопрос относительно того, насколько вообще серьезно падает защита от тяжелого течения и от смерти, потому что научный консенсус сейчас таков, что защита от заражения и от заболевания, она у нас действительно сильно снизилась, ну, по сути, рухнула до нуля, но защита от тяжелого течения, видимо, останется на каком-то приемлемом уровне. И вот буквально несколько часов назад вышла как раз публикация из Южной Африки, там было первое исследование на выборке где-то в нескольких сотен тысяч человек, исследование, которое провела одна из крупнейших страховых компаний Южной Африки, и, собственно, это исследование показало, что, на примере Файзера, что защита от тяжелого течения снижается довольно заметно, там, где-то в четыре с лишним раза, но все равно остается на уровне 70%. При этом есть ранние британские данные, которые показывают, что, там, как минимум в первые два месяца после бустерной дозы, после, там, третьей дозы ратиковой цены, там тоже исследовали Файзер, там защита даже от заражения и от заболевания, она повышается, там, до довольно высокого уровня. Но, как бы, это все ранние данные, которые еще могут переиграться, и поэтому здесь пока довольно сложно дать обозначенный ответ. Александр Большой, да, да, договоритесь, пожалуйста. Да, я вот хотел сказать, что, по-видимому, ну, ближайшие, как минимум, несколько месяцев нас ожидает продолжение ужесточения нефармацевтических мер, то есть это очередные локдауны, это, соответственно, ужесточение и ограничение по ряду стран, соответственно, там, по-видимому, будут сняты, скажем, привилегии для вакцинированных, которые до этого, собственно, тоже были приняты во многих странах, и во многом именно благодаря вот этим привилегиям, благодаря тому, что привиты в большинстве стран могли, там, скажем, прилетать из-за границы и не сдавать тест, не соблюдать никаких гарантийных, именно благодаря этому во многом омикрон проник незамеченным в Европу, там, в Канаду, в США, ну, вообще практически по всему миру, ну, за счет такой нормализации. По-видимому, это будет пересмотрено, ну, и, по всей видимости, нам стоит ожидать доработки вакцин под омикрон, и, там, с учетом срока где-то в 3-4 месяца до такого выхода, ну, начала массового производства и начала массовой ревакцинации, да, где-то к весне, по-видимому, ну, я бы ожидал, там, повторной ревакцинации уже с учетом микрона. Но, как бы, повторюсь, это пока такие очень предварительные и грубые прогнозы, потому что данных пока еще мало, и, условно, если мы увидим, что защита от тяжелого течения от смерти остается на уровне, скажем, 80-85%, то здесь, соответственно, встанет вопрос относительно необходимости такой вот срочной ревакцинации доработанной вакцины. В то же время неизвестно, насколько сильно там будет меняться защита при бустерной вакцинации. Ну, то есть, возможно, просто достаточно будет бустерной вакцинации, там, на старых штабе. Ну, и так далее. Здесь пока еще слишком много неизвестных, чтобы строить какие-то прогнозы, но так или иначе, я ожидаю, что в ближайшие несколько месяцев будут довольно сложными в эпидемиологическом плане, в общем-то, для подавляющего большинства страны. Александр, большое спасибо за ваши комментарии, что нашли для нас время, и всего вам доброго. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Москвы был аналитик Александр Драган. До свидания.